Что происходит? Кто это? Зомби? Да не точно зомби, да? Ого, пацаны, зомби-апокалипсис, видали? Вот это да! Вы только представьте, какой классный ролик мы можем снять! Здарова! Как вы могли уже догадаться, это обзор на очередной фильм про зомби. Ой, зомби, что за бред? Не, я не про тех зомби, я про зомби, в которых превращаются чуваки из кружки. Что? Точно, наполовину зомби, наполовину чуваки из зомби. Значит, это зомбаки. Да, так-то лучше. Это наш главный герой Акира. Попав в зомби-апокалипсис, его волнует одна важная вещь. Я из-за них точно на работу опоздаю! Ты че, совсем ебанчик? Так, ладно, перенесемся на один год назад. Акира собирается устраиваться на первую свою работу. Там его встречают дружелюбный коллектив, теплая атмосфера, а также девушка Отори, но они потом. Я так счастлив, что теперь работаю здесь! Не спеши с выводами! Рановато пока! Спасибо за вечеринку! Не за что. Завтра мой большой старт! Казалось бы, все, мечта сбылась, но первое впечатление оказывается ложным. Я же говорил, что ты работаешь этой ночью. Да! Что? Да, ясно. Иди нахуй. И вот Акира приступает к работе. Поначалу ему сложно привыкнуть к такой загруженности, так как приходится целыми сутками выполнять поручения босса. Делай, что говорят, и не высовывайся! Бегом! Но потом все становится нормально, и он задумывается... Не будь тут этих ворот, мне бы завтра не нужно было идти на работу. Кажется, он хочет на ваших глазах совершить самоубийство. А как там погодка? Волшебная! Идемте! И вот прошел год. Наступает очередной день, Акира, полной силы и энергии, а также желанием трудиться, идет на работу. Я не хочу идти. А, нет, пока не идет. Я не хочу идти. А, вот теперь идет? Я не хочу идти. Может, бросить все эти воздушные замки и устроиться блядским мальчиком на побегушках? Эй, мне семью кормить, козлина! По пути на работу Акира неожиданно останавливается, так как перед ним происходят совершенно нормальные явления. Доброе утро. Ага, так это же зомби. И он, не мешкая ни секунды, убегает оттуда. Беги, сука, беги! Акири все-таки получается убежать от зомби и скрыться в надежном месте. За забором? Да уж, раньше зомби были куда посообразительней. И вот Акира остается наедине со своими мыслями. Он сильно расстроился, что не надо идти на работу. Да, блин! Да! Хорошо подумав, что теперь ему делать, он первым делом решает спасти свою коллегу Отери, которая его всегда поддерживала и вообще была для него эталоном настоящей девушки. Итак, Акира, на удивление спокойно проехав через весь город и не встретив ни одного зомби, добирается до дома Отери. Я пройду, ладно? Прости, что вот так вошел. В квартире стоит полная тишина, на зов никто не откликается и Акиры никого не находит. Шутка. Отери очень рады видеть его, но в доме оказывается кто-то еще. Директор? Да, служебный роман. И бурный. Она такая милая и скромная. Если хотите, я вас познакомлю. Секунду. О боже! Ты бы хоть оделась! Дальше происходит небольшой замес, Отери тоже становится зомби, и Акира, понимая, что ему здесь больше ловить нечего, уходит. На второй день Акира начинает выполнять все дела из списка. Убирает срачи с дома. Ты на выход! Крабит ближайший супермаркет. Вот оно! Получает приглашение на игру в кальмары. Что? А, нет, просто становится нехуру. И запускает салют ночью в центре города, где бушуют зомби-вирус. Я был похож на дебил. Вот так. На удивление, Акира доживает до пятого дня зомби-апокалипсиса. И за это время он научился выживать. Но этот день не проходит спокойно, ведь случается страшное. У него закончился соус. Прошу, нет. Нет, ну давай же. Вот именно сейчас, реально. И, сделав правильное решение, он доедает свой стейк без него, так как будет очень глупо рисковать своей жизнью. Нашел! Отлично! О, соль, хорошо, чудесно! Вот идиот. Дамы и господа, перед вами конченый имбицил. А если он погибнет в огне, и это будут последние слова, что вы ему сказали? Я сказал их не ему, а о нем. Ладно, это всего лишь магазин, и правда, что может в нем случиться? Нет, не-не-не-не-не, остановись! Так, ну, один раз не считается, просто не повезло. Акира знакомится с девушкой по имени Шизуки, которая явно показывает своим видом, что... А я скорее пересплю с зомби, чем с вами. А так, в принципе, магазин это самое безопасное место. Подумаешь, зомби-апокалипсис, что может случиться? Зомби же не смогут сами пройти через дверь. Да, брехня на постном масле. Расправившись с зомби максимально изощренным способом и узнав, что зомби реагируют на звук, Акира начинает почти тихо восхищаться, какая Шизуки крутая. Ты крутая! Настоящая Милаяович! Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Ну, а мы движемся дальше по сюжету. Вечером Акира вспоминает, что у него есть друг Кенчера. Спустя пять дней. Позвонив ему и узнав, где он находится... В секс-отеле. В секс-отеле, говорю! Акира немедленно отправляется выручать своего приятеля, который, напоминаю, смог пять дней прожить в секс-отеле. Ух ты! Аж мозг сморщился. Подъехав к отелю, Акира решает достать что-то из своих штанин. А, это всего лишь колонка, которую он использует для отвлечения внимания зомби. Пробившись через эту толпу и найдя Кенчера, они пытаются скрыться от зомби через крышу. А дальше, когда бежать уже некуда, они решают прибегнуть к сюжетной склейке. Выпьем за воссоединение! Мы снова вместе! На шестой день о Кире приходит еще одна безумная идея. Ему понадобился костюм, так как он решил стать супергероем. Но мне кажется, его главная суперспособность — это везение. Это не суперсила. Супергероям нужны костюмы, чтобы сражаться со злом. Но хоть Шизука оказывается вменяемым и говорит ему... Ну, это... Это совершенно... Офигенная идея! Малолетние дебилы — это малолетние дебилы. Перед отправкой за костюмом, Акира и Кенчера решают пополнить запасы, но и здесь не без приключений. Они замечают автобус, из которого вбегают выжившие. Два друга, видев все это, решают помочь им. Правда, вся помощь заключается воранее на месте. Сюда! Скорее сюда, народ! В магазине герои знакомятся друг с другом. И чтобы не тратить время зря, они начинают... Ну, вы двое с нами? Да, они начинают бухать. Но и здесь есть свои плюсы. Теперь хоть у Акиры получится найти себе даму сердца. Рэйка и Маки, я хотел спросить, есть ли у вас пара? Что? Вопрос вообще не к месту. Понятно. У Акиры снова облом. Но вот у Кенчера, наоборот, все складывается. Вы можете идти? Можете? Осторожно, не надо! Прости. И пока Кенчер развлекается с двумя стюардессами, оператор решил, что нам будет интересно наблюдать за разговором Шизуки и Акиры. Я о себе беспокоюсь, вот и все. Я, наконец, представлюсь. Привет. Тенду Акира. Рад знакомству. Твоя рука. Наверное, порезал, когда закрывал роллет. Все хорошо, это просто... Покажи. Да хватит. А вы медсестра? Или что-то вроде того? Скучно. Но когда-то я училась на врача. Готова. Кто-нибудь заткните их. Только расслабляешься и бам. Спасибо! Спасибо! Спасибо, 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 спасибо! Оказалось, что Пухлюша покусали. Суету навести охота. И он, овладев умением подкрадываться без единого шума, нарушает Кенчера всю малину. О, это обидно. Весьма обидно. Выбравшись наружу, герои начинают искать транспорт, чтобы свалить оттуда. Им везет, что поблизости не оказывается ни одного зомби. А нет. Они просто ждали, когда наши везунчики сядут в машину. Какие заботливые. И вот седьмой день. Дорога у наших героев очень насыщенная. Кенчера красит волосы. Наверное, смотрелся на Акиру и тоже захотел. Ты в курсе, что подражание выше форма листи. Так что благодарю. Притворяться другими это преступление. У миллионов людей похищают их личности. Шизуко кормит бездомных собачек. Повезло, что они не как из фильма «Я легенда». Занимаются йогой на воде, летают на параплане. Как они это сделали без какой-либо подготовки, не боясь, что они правильно все закрепили. Купаются в горячих источниках. А, эти зомби, видимо, тоже. В общем, зомби-покалицы, с каким мы его и привыкли видеть. Это и есть канон. И вот мы плавно подошли к финалу. На десятый день фургон попадает по варию из-за шипов, лежащих на дороге. И Акира решает вздремнуть. Вставай, черт возьми, Тенда! Простите меня, шеф! Проснувшись, он первым делом видит своего босса, который любезно показывает, где они находятся, а также рассказывает, что он в безопасности, так как у них самая надежная система охраны. Ты же еще не знаком с нашей службой безопасности, да? Выйдя на улицу, Акира не может поверить своим глазам. И правда, очень надежная защита. Нет. А вот это наша зомби-служба безопасности. Вот что им мешает поставить людей с огнестрелом. Похоже, что они живут во вселенной, где нет оружия, и какое-либо упоминание на армии. Никакого оружия! Это наше правило. И еще группового секса. Косуки, так зовут босса, получается уговорить Акиру остаться и работать на него. Прими единственное правильное решение. И присоединяйся к нам. Теперь я буду твоим боссом. Сбывается советная мечта. Приветствую в адском отеле. Время заезда сейчас. Время выезда никогда. Кабельное в номере есть? Нет. А нас переносит к моменту, из-за которого и начинаются все проблемы. Нам показывают непонятно как попав на крышу зомби, который падает в фургон. Видимо, этот рудяга настолько задолбался в одного тягать все эти ящики, что не заметил, как машина начала трясти. Очевидный кандидат на мой пост. У него лучшие показатели продаж. Он любит работу. Но, увы, он идиот. Приехав на базу, с надежной защитой охраны, я напоминаю, наш работяга показывает весь профессионализм. Вот как он закрыл задние двери фургона и не заметил внутри зомбаря. Или тот специально спрятался, чтобы двигать дальше сюжет. Что за поебе? И начинается полный... Пиздец. Зомби прорвались внутрь и начали кусать выживших. А в другом крыле здания Шизука и Кенчера пытаются образумить Акиру, чтобы он пошел с ними. Мы собираемся уходить вдвоем. Поэтому спрошу тебя еще раз. Ты пойдешь с нами? Говори уверенно, размеренно и твердо. Тебя будут уважать, если делать паузы. Учись держать внимание. Поразительно. Нехилый гипноз. Конечно, Косоги не рад такому раскладу. Кучка жалких слабаков вроде вас ни за что не смогла бы выжить без меня, вы же сами понимаете. Пиздеж. Невероятно. Поэтому говорят, что от женщин одни проблемы, а? А это вообще наглый пиздеж. Да. И вот, подумав, Акира делает правильное решение. Это все равно намного лучше, чем жить как зомби. Это не жизнь, а я хочу жить. Любезно дождавшись, пока герои договорят свои пафосные речи, прибегают зомби. Но самое интересное не это. Что? Косоги? Что это была за хрень? Да, это акула. Зомби-акула. На ножках. Даже для интернета это, знаете, слишком. И тут происходит абсурд за абсурдом. Зачем Косоги спрятался за погрузчиком? Он не побежал с остальными. Сюда! Сюда она не пройдет! Давайте! Почему Акира решил, что акула не пробьет эту дверь? Хотя минуту назад видел, как она пробила стену. Да что за ебала вообще происходит? Акира, заметив, что Косоги еще снаружи, решает спасти его. Съедение босса огромной зомби-акулы нет в моем списке! Костюмчик что надо, бро. Не жмет? Все вены на челе не видно. Акира, став рейнджером, начинает свой гениальный план по спасению Косоги. У тебя есть какая-то гениальная идея? Нет! Вообще нет! Вообще? Как у него получается удерживать акулу? Наверное, костюм еще и силу Супермена дает. Да и Косоги не сидит на месте и тоже помогает. Правда, не так, как хотелось бы. Не надо! Не открывайте! Кучка жалких слабаков вроде вас ни за что не смогла бы выжить без меня, вы же сами понимаете. А, ну теперь-то эта акула с трудом грузовая машина удерживает. Дальше вообще режиссер вышел из чата и началась череда необъяснимых событий. В этом костюме я не уязвим! Ну да, и правда не уязвим. Правда, до момента, пока не начнут кусать лицо. Тут появляется Шизука и спасает Акиру, так как она не отстает от него в гениальности своих мыслей. Да, идея неплохая для отвлечения зомби. Но вот, что бы было бы, если от такого броска и удара об камень сломались телефоны? Или вообще упали в воду? Она какая-то ебнутая. На этом дебильные поступки героев не заканчиваются. Все зомби сдохли, этой большой кули тоже конец. Как это все зомби? Их так-то полсотни было. А сколько покусать успели? Так, что? Ну все, здравствуй, инвалидное кресло. А, только хромать начал. План С провалился. Переходите сразу к плану Д для дебилов. Что наши герои и делают? Они придумывают, как можно победить зомби-акулу, ударив ей по носу мощнейшим зарядом от двух батареек, найденных в фонарике. Один хороший разряд электричества может его вырубить. Женщины, женщины, не могу с ними ужиться. И убить их не могу. Все происходит эпично, в слоу-мо. Я нормальный? Мы все нормальные. А Кира, поймав батарейки, наносит заключительный удар по носу акули. И откидывает ее своим ударом в сторону. А сам остается на месте. Халтура. На этом фильм заканчивается. Ну, как заканчивается? Там еще минут 15 болтовни, которые никто не смотрит. Так что я с вами прощаюсь. Увидимся в новом выпуске. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok